Быть внимательным к мыслям больного человека Искусство нелегкое, ему нельзя научиться, если не упражняться с юных лет Говорил в 19 веке выдающийся хирург Российской империи Николай Пирогов Здравствуйте, в эфире программа про здоровье, сегодня расскажем Проверить сразу после рождения, на какие заболевания теперь обследуют младенцев Всесторонняя реабилитация, как восстанавливают здоровье И помогают в социализации ветеранов За здоровый образ жизни вместе с чемпионами, где провели спартакиаду для дошколят С 1 января во всех медучреждениях Новосибирской области Проводят расширенный неонатальный скрининг новорожденных Это обследование позволяет проверить малышей дополнительно на 36 редких заболеваний Ксения Петренко о том, как налажена система Вот так выглядят бланки для скрининга На один лист наносят 5 капель крови, на другой – 3 Далее их высушивают не менее 4 часов и отправляют в лабораторию Всего 8 капель крови могут стать спасительными Они позволят узнать еще больше о здоровье малыша Расширенный неонатальный скрининг на 36 заболеваний Теперь проводят во всех медучреждениях региона в рамках ОМС Раньше проверяли только на 5 патологий Расширенный неонатальный скрининг включает дополнительные исследования Еще на 36 наследственных заболеваний И вот эти 36 заболеваний, они определяются в другой генетической лаборатории Конкретно для Сибирского федерального округа Это определена лаборатория города Томска Федеральный институт генетики в городе Томске И, соответственно, мы отправляем образцы наших ребятишек в Томск Если выявлено подозрение на орфанное заболевание То берут дополнительный анализ крови и отправляют его на исследование в Москву В Новосибирской области с начала года родилось 1825 детей Всем провели обследование У 13 выявили признаки редких заболеваний В том числе и спинальной мышечной атрофии У пациентов с такой патологией каждый день на счету Чем быстрее поставить укол, тем больше шансов на выздоровление На сегодняшний день у нас родилось порядка 350 человек На сегодняшний день обследовано 329 человек Никаких сложностей с обследованием у нас нет То есть мы готовились к проведению этого скрининга Провели большую подготовительную работу И фактически с ноября месяца мы уже были в полной боевой готовности То есть мы заполняли электронные медицинские свидетельства Формировали базу данных Этот анализ делают на вторые сутки жизни ребенка Кровь берут из пятки Сегодня дочке Анны Басалаевой предстоит пройти скрининг Я считаю, что это очень важно Потому что на самом деле сейчас такая статистика Очень много разных объявлений всего о том, что дети болеют И очень жалко их всегда И если есть возможность что-то заранее вот так вот обнаружить Предотвратить и начать лечить То это надо пользоваться этим Отлечить заболевание Это вообще, мне кажется, очень такая хорошая инициатива И я рада, что мы попали на нее Врачи говорят, что пороки можно не выявить Когда ребеночек еще только родился первое время И поэтому пропустить какое-то время Так можно спасти и здоровье, и жизнь ребеночку Результат будет известен уже через пару дней Все данные внесут в единую электронную базу Кстати, среди мамочек отказов практически нет Все понимают, главное – здоровье детей А благодаря такому исследованию Удастся спасти множество жизней 4 февраля – Международный день борьбы против рака Потому Минздрав России неделю с 30 января по 5 февраля Посвятил профилактике онкологических заболеваний Подробнее в рубрике «Тема недели» Симптом был один – кашель с кровью Что стало причиной, Вреш Миносян выяснил не сразу На УЗИ и рентгене ничего не нашли Опухоль смогли обнаружить только на бронхоскопии Выбрал новосибирский онкодиспансер Врачам благодарен, говорит пациент В медучреждении в 90% случаев выполняют органосохранные операции Это помогает избавить от опухоли И качество жизни после хирургического вмешательства будет значительно выше Право-легкое имеет три доли Верхнюю, среднюю и нижнюю У пациента верхняя доля опухоль И более того, она прорастает бронхом, который подходит к верхней доле Чаще всего в такой ситуации выполняется операция Надо пересечь правый главный бронх и удалить все легкое В данной ситуации мы пересекли правый главный бронх И пересекли ниже верхней доли бронх Удалили только верхнюю долю И между собой бронхи сшили для того, чтобы средняя и нижняя доли остались на месте Впервые выявленных случаев рака легких стало меньше А вот умирают от этого заболевания Чаще В мире такая же тенденция Во многих странах смертность из-за рака легкого на первом месте Среди всех злокачественных новообразований О статистике говорят в Новосибирске на школе онкологов Проводят ее в преддверии Международного дня борьбы против рака В регионе обухоли разной локализации За прошлый год обнаружили у 10,5 тысяч человек Но такие диагнозы не приговор Меняются подходы к лечению Появляются высокотехнологичные методы Президент похвалил нашего губернатора Это абсолютно объективно Что у нас был открыт мощный ядерный центр Четыре мощных ускорителя Самых современных, которые позволяют локально участвовать в лечении подобных пациентов И в нашей клинике также буквально через месяц открывается обновленное так называемое радиологическое отделение Где мы получаем, оно устанавливается сейчас, тестируется Также два новых линейных ускорителя Заявку на еще один ускоритель сделали на следующий год В этом в регионе откроют три центра амбулаторной онкологической помощи В областной обской и 25 больницах А значит медицинская помощь станет ближе и доступней В Новосибирской области скоро запустят пилотный проект по раннему выявлению онкологии кишечника Уже сейчас такая программа стартовала в 11 регионах России Проблема острая Колоректальный рак в числе главных причин смерти В мире за год болезнь выявляют у двух миллионов человек Почему важно поставить диагноз как можно раньше? Сергей Николаевич, структура слизистой не изменена? Это, видимо, все-таки подсобранные слизистые на рубцах Ну, псевдополипчики вот это маленькие, насколько я понимаю Перестроенный сразу дистый рисуночек Сразу мы определяем рубцы белесые Ну, по крайней мере, на данной картиночке, я так понимаю, тут все-таки мы можем говорить о ремиссии процесса Доклады и прямые включения из операционной В конференциале областной больницы сегодня ведущие хирурги и эндоскописты страны Обсуждают клинические случаи, делятся статистикой, рассказывают о передовых технологиях Ну, хаву — это искусственный интеллект Если, конечно, он будет повсеместно введен И доктора смогут им пользоваться Наверное, для экспертов высокого уровня Искусственный интеллект как бы не будет большим дополнением в его работе Но для многих докторов, как обучающий элемент, это сыграет свою роль Это эндоскопическая капсула, которая тоже сейчас усовершенствуется И по отношению к некоторым заболеваниям уже достаточно четко применяется только к каким-то определенным заболеваниям Научно-практическая конференция посвящена скринингу колоректального рака Болезнь в числе часто диагностируемых злокачественных опухолей и причин смерти от рака в мире Сегодня предоставлены материалы, что, к великому сожалению, пациентов мы первично видим с опухолями этой локализации Опухолями ободочной и прямой кишки на поздних стадиях Да, сегодня совершенствуют технологии лечения Это оперативное лечение, химиотерапия, таргетная терапия, самая разнообразная биологически активная терапия Но эффективность лечения данной категории пациентов абсолютно напрямую зависит от стадии процесса Выявленная на ранних стадиях онкология в 90% случаев излечима Но чаще всего пациенты обращаются к врачу, когда появились симптомы, а это уже запущенное заболевание Чтобы распознать на ранней стадии, необходимо выполнить гематест и колоноскопию Как говорят онкологи, что не каждый полип станет раком, но каждый рак когда-то был полип Сегодня на конференции говорят о необходимости усилить диспансеризацию Добавить больше обследований, которые помогут выявить еще предраковое образование Я очень надеюсь, что сначала мы будем больше выявлять полиповидных образований, аденоматозных образований Которые можно удалить эндоскопически И через несколько лет пройдем к тому, что и заболеваемость, и смертность пойдет на обувь Эксперты высоко оценивают профессиональный потенциал Новосибирской области Но для реализации масштабного скрининга надо еще много всего Любые осуществления программ, они требуют финансовых затрат Потому что мы понимаем, что для, например, исследования колоноскрытой крови Должны быть тест-системы, должна быть система оповещения людей, которые должны прийти и отдать самое дорогое, что у них есть И получить результаты исследования Потом согласиться на колоноскопию Пилотный проект в регионе стартует уже в марте Скрининг проведут на двух крупных предприятиях Новосибирска Результаты проекта лягут в основу областной программы Медицинская помощь для жителей пригорода Новосибирска В микрорайоне Олимпийская слава и поселке Каменка возводят две поликлиники Мой коллега Александр Сульдин побывал на стройке и оценил готовность Мы находимся в Новосибирском районе, в микрорайоне Олимпийская слава на улице Набережная 1А Это новая поликлиника, рассчитана на 100 посещений в сутки Здесь будут принимать терапевты, стоматолог, будет детское отделение и рентген-кабинет Здание построили за полгода Оно располагается на массивной бетонной плите Дальше фундаментные блоки, стены кирпичные Уже во время стройки пришлось внести некоторые изменения в проект Повторно делать перепроектирование, потому что в связи с ковидными мероприятиями Пришлось вносить дополнительный рентген-кабинет и прочее Поэтому небольшое увеличение по площади произошло То, что не предусматривалось первоначальным техническим заданием Отсюда и ширина коридоров Да, действительно, и нормы пожарные поменялись Кроме того, для удобства помещений С Минздравом согласовывали, когда планировочки Вот эти вот все технические помещения убрали в подвал Здесь остались только помещения для персонала и, соответственно, для больных Буквально в пяти минутах отсюда в поселке Каменка строят еще одну такую же похожую поликлинику Но рассчитанную уже на 150 посещений в сутки Вообще здесь создается социальная инфраструктура Например, не так далеко располагается новая школа Решение вопроса со здравоохранением и образованием В следующей актуальности стоит вопрос по транспортной доступности И здесь мы со своей стороны как раз закладываем необходимые резервы Чтобы в будущем нужно было эти дороги построить Добавлю, что это здание возведено по национальному проекту здравоохранения В рамках госпрограммы модернизации первичного звена Оно обошлось 220 миллионов рублей, 130 из которых поступили из федерального бюджета Как дома, так называется новый региональный проект Который позволяет создать комфортные условия проживания в стационарах Для пожилых людей и инвалидов Авторские методики и технологии сокращают процесс адаптации Помогают в социализации людей и восстановлении их здоровья Комната рукоделия в Доме ветеранов не пустует Вышивка, алмазная мозаика, рисование Каждый найдет и занятия по интересам, и единомышленников Здесь они знакомятся, у них есть возможность больше Здесь есть проявить себя в творчестве Здесь у них развивается моторика, мышление В кабинете эрготерапии развитием моторики занимаются с людьми, которые перенесли инсульт, получили какие-то травмы За столом для механотерапии возвращаются к привычной жизни Евгений перенес инсульт год назад На данный момент мы работаем уже полгода Вот сейчас, смотрите, он без моих движений может практически поворачивать руку сам Может брать какие-то определенные предметы Евгений, давай попробуем установить Когда Евгений пришел, он не мог не взять, то есть эту колбочку, не мог не поставить В данный момент мы занимаемся, вот он может поставить на свое место свободное и отпустить Самое главное отпустить, потому что пациенты, для них это очень тяжело То есть давление происходит, мышцы напрягаются, очень тяжело пускать И я разрабатываю плечо Приходила вчера с болью, сегодня пришла, сказала, что полегче руке Большей популярностью пользуется беговая дорожка, силовой тренажер Вот вы видите, Виктор Васильевич занимается велосипедой, очень хорошо пользуется популярностью Виктор Васильевич в тренажерном зале частый гость После инсульта, вот, для себя подбираю, что идет После тренажера легче У каждого своя программа реабилитации Это индивидуальные занятия, есть и групповые занятия А те, которые мало мобильные, слабые, я хожу с ними, занимаюсь в палатах Занимаюсь и чувствую сама, что мне уже легче остановиться, работать Есть и не совсем привычные методы реабилитации Например, арт-терапия помогает снять стресс, получить психологическую разгрузку В кабинете психолога сегодня два вида песочной терапии Песочная терапия, когда человек не может высказать свою проблему, свое внутреннее состояние Он это все выносит на песке Еще одно направление работы психолога – рисунки на воде Галина Липатовна, она тоже говорит Я никогда не умела рисовать, я говорю, пойдемте, попробуйте И очень нравится рисовать, она говорит, я не знала, что я такой творческий человек В библиотеке сегодня звучат произведения Пушкина Готовят отрывки из Евгения Онегина и графа Нулина У нас своего рода библиотерапия Мы читаем произведения слух У нас очень много кто сами сочиняет стихотворения люди Всего в Новосибирском доме ветеранов около 430 человек Большинство – люди с активной жизненной позиции В настоящее время по инициативе Совета жильцов Мы перед администрацией поставили задачу, значит Чтобы у нас работал стоматологический кабинет В настоящее время это ведется, эта работа И надеемся, что в скором будущем нам не придется ездить куда-то И в общем, это очень здорово Помочь пожилым людям и инвалидам адаптироваться к новым социальной среде и статусу Основная задача проекта «Как дома» В регионе создают комфортные условия для тех, кто по каким-то причинам Вынужден поменять привычную домашнюю обстановку на стационарное учреждение Я считаю, что для нас самое лучшее место – это здесь Самое главное, что общение Нужно создать такую обстановку жизни человека, чтобы он себя чувствовал как дома Вот все вот эти методики, они и социально-бытовые, и групповые, и индивидуальные И главная наша задача не просто восстановить такой социальный потенциал, но и дать возможность человеку развиваться Получить новые навыки и отдохнуть душой Не откладывая вышивку и рисование, жильцы дома ветеранов в комнате рукоделия начинают подготовку к 23 февраля Запевает хор Ивушка Еще до школы становятся сторонниками здорового образа жизни В детском саду Чебурашка прошла спартакиада, а открыл ее заслуженный мастер спорта СССР Александр Тропников В соревнованиях в этом дошкольном учреждении уже 11-е присутствуют на них лучшие спортсмены Победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы Вы молодцы, занимаетесь спортом, неважно каким, гимнастикой, горькой, мобой Сегодня, к сожалению, многие детвора, которые подрастают, сидят в телефонных компьютерах И гораздо сложнее выйти на улицу, покататься на лыжах, поконять мяч Напутственные слова воспитанникам детского сада Чебурашка дает заслуженный мастер спорта СССР Чемпион мира, советский, российский, киргизский биатлонист Александр Тропников Сам всю жизнь занимается спортом, проводит соревнования Сегодня позвали в детский сад номер 414 В этом дошкольном учреждении уже больше 10 лет проходят состязания Были почти все олимпийские чемпионы и призеры, которые живут в Новосибирской области Здравствуйте, дорогие любители спорта Здравствуйте Настоящий наш олимпийский резерв Заслуженный мастер спорта СССР Валентина Черкасова Олимпийские чемпионы Анна Багали и Евгений Подгорный Виктор Маркин Приходят и на открытии соревнований рассказывают об истории своего успеха Вот, ребята, похож я или нет? Начать заниматься спортом никогда не рано, уверены спортсмены Упускникам детского сада, начальная школа, это уже вполне нормально, вполне по силам Во многих видах спорта начинать заниматься, пробовать себя и искать тот вид спорта, который им более, скажем так, по душе Несколько спортивных станций, лыжи и керлинг, хоккей и саночный спорт Самые юные воспитанники детского сада в числе болельщиков Эмоции через край В этом году традиционно проигравших нет Побеждают дружба и здоровый образ жизни И напоследок изречение древнегреческого целителя Гиппократа И успех, и неуспех в лечении болезни нужно возлагать как на долю врача, так и на долю пациента Будьте здоровы, всего доброго и до встречи через неделю Субтитры создавал DimaTorzok